Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнения иностранных болельщиков о наших российских футболистах, выступающих за рубежом. И сосредоточимся на Алексее Мирончуке, который сейчас вместе с своей командой и талантой готовится к матчу против Таину. И вот в преддверии этой встречи мне стало интересно, что же пишут итальянские болельщики касательно вот этой будущей дуэли. Давайте узнаем. Я зашел в Facebook, Twitter и другие соцсети и собрал тут самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Ну и кстати, хотелось бы напомнить вам, что у меня есть еще один канал, который посвящен кино и сериалам. Ссылочка будет в описании. Здесь я разбираю последние киноновинки, а также популярные сериалы. Вот, например, сейчас я готовлю разбор последнего сезона сериала «Викинги». Так что, если вам интересны новые свеженькие фильмы, а также разборы сериалов, «Игра престолов», «Викинги» и так далее, проходите по ссылке в описании на мой второй канал. Марко Маурелли написал, «После того, как Гасперини не дал ни одной минуты Миранчуку и Малиновскому в кубке, я жду, что он выпустит этих парней в основе против Таино. Я думаю, что эти игроки будут полны желания показать себя». Ну да, будет какая-то особая мотивация доказать, что заря вы нас оставляете на скамейке запасных. Будем надеяться, что эти парни действительно себя покажут. Андреа Бойели написал, «Очень хочу, чтобы выпустили Миранчука. Этот парень забил два мяча Ювентусу в Лиге Чемпионов. Самое время забить и второму клубу из Таино». На что Динаро Карпани написал, «Тоже подумал об этом. Но боюсь, что Гасперини снова оставит Суперчука в запасе. Он очень редко ему доверяет». Ну, Суперчук – это одна из кличек Миранчука. Я так понимаю, какой-то герой комиксов есть в Италии Суперчук. Ну и касательно того, что забил два мяча Ювентусу, да, помним, в составе Локомотива это еще было. Ну и да, самое время забить другому туринскому клубу, собственно говоря, Туарино. Алекс Чезаре. Сейчас, после покупки Коваленко и восстановления Пашарича, особенно интересно, как Гасп, ну то есть Гасперини, главный тренер, будет определять игроков на позицию трек-вартисты. В матче с Наполи Малиновский и Миранчук вообще не вышли на поле. Конкуренция за место в составе будет просто сумасшедшей. Ну, я об этом говорил недавно в своем ролике. Действительно, конкуренция сейчас будет безумная. И да, Малиновский и Миранчук ни одной минуты не получили в матче против Наполи в Кубке Италии. Франко Спинси написала. Я до сих пор в шоке от того, что Гасперини не выпустил Миранчука. Человек забил в одной восьмой кубка, забил в одной четвертой и вывел нас в одну вторую, а против Наполи не сыграл. И как итог, мы в этом матче так и не забили. Надеюсь, Гасперини сделает правильные выводы из этой ситуации. Ну, посмотрим. Сложно сказать, какие выводы будет делать тут Гасперини. Клаудио Пассини. Думаю, советская связка Малиновский и Миранчук должна выйти в основе. Вместе с новым украинцем Коваленко. Эти игроки сейчас очень свежие, с запасом сил. Малиновский и Миранчук не играли против Наполи. Коваленко приехал из отпуска. Пускай показывает себя. Одна только проблема. Команде придется выучить русский язык, чтобы понимать, о чем говорит наша полузащита. Ну, такими темпами, может быть, и придется учить. Ну, и Ринато Буки написал в ответ. Пашалич и Ильичич тоже могут понять русскую речь. А вот для остальной команды это станет проблемой. Но я не думаю, что эти трое будут играть вместе. Коваленко еще не набрал форму. А из пары Малиновский и Миранчук в основе выйдет только один. В паре с Ильичичем. Ну, возможно, так оно и будет. Ну, будем ждать именно Миранчука в основе. Тизану Кассанели написал. Интересно, а Гасперини продолжит свою ротацию? Думаю, да. Потому что матчей слишком много. А потому не удивлюсь, если в основе выйдут Малиновский, Миранчук и Ламикс. Это будет смелый ход, но он может принести успех. Тот же Миранчук забивает каждые 90 минут, когда появляется на поле. Ну, речь о средней результативности Миранчука в переводе на игровые минуты. И она действительно впечатляет. Это самая средняя результативность. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.